С точки зрения геополитики, сегодня самый огромный дефицит у человечества – это дефицит справедливости. О совести я уже не говорю. Весь вот этот мир и его экономическая составляющая, финансовая составляющая, политическая, военная составляющая – все строится на несправедливости, на насилии, на экспансии, на грабежах. И такой мир не может долго существовать. Он затронет, гибель ее затронет всех, и нас в том числе. И поэтому мы пошли в Сирию, осознавая, не осознавая. Но первое – показать, что не все может этот всесильный Запад, эта наглая Америка. Что вот можно сохранить государство, если оно будет защищаться, а кто-то будет ему помогать. Вы знаете, как многих это окрылило, что надо до конца сопротивляться. Второе – Россия где-то в подсознании лежит, что мир будущий – это мир цивилизации. И если не будет исламской культуры, исламской цивилизации, в том числе с борьбой против судного процента, мир станет беднее. И поэтому мы пошли сохранять вот эту исламскую историю, исламскую культуру, исламскую цивилизацию. Мы пошли туда, чтобы Европе опять помочь. Ведь сейчас, как только правительственные войска Сирии пошли в наступление, стали освобождать населенные пункты, города, уже более миллиона сирийцев вернулось домой. И президент Путин на юбилейной сессии Генассамблеи ООН в этом году, он сказал, что надо восстанавливать государство. Государство на Ближнем Востоке. Они как несущие конструкции всего региона. И они как жилой дом для миллионов тех, кто покинул. Ну, разрушен твой дом, идет война, конечно, куда-то бежать будет. Поэтому там большой геополитический смысл вот этой операции. Ну и, конечно, Россия пришла, она изменила соотношение сил на Ближнем Востоке. Там доминировали до этого американцы, там турки, саудиты. Вот. И они вот подавляли, по сути дела, волю к жизнью ближневосточных народов. Заставляли, значит, там проводить невыгодную для себя политику, строить какую-то экономику там и так далее. Сегодня и саудиты уже в очередь стоят в Москву и прибегали там их принцы. Владимиру Владимировичу Путину. И Катар, который финансировал этот терроризм, там. Ну и вот турок уже извиняется перед нами, потому что изменилось соотношение сил. И сегодня главным игроком на Ближнем Востоке является Россия, Иран, которого выдавливали на втором месте. Ну, вот сейчас курды там особую позицию занимают тоже. Мы никогда не подчинялись этим террористам. Вот. Египет тянется к России. И я думаю, этот процесс, процесс пойдет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...